У него, вот видите, три пальчика. Вот они у меня в руках, собственно говоря, я их и держу. Поставить единорога на ноги Галина Тимонина мечтает последние лет пять. Мифическое существо оказалось вполне реальным, когда на Таманском полуострове обнаружили останки древнего гиганта. Палеонтологическая мозаика сложилась благодаря последней находке. Этот череп диковинного зверя пока единственный в мире. Вот это место, куда причленяется рог, единый рог. Описали его по зубам, по отдельным. У нас вот в первой в мире череп. Кости, которым полтора миллиона лет, палеонтологи пропитали специальным веществом прямо на месте раскопок. Иначе бы останки рассыпались еще до переезда в мастерские музея. Но знаменитый рог время не пожалела. Хрупкая материя истлела в плотных слоях породы. По легенде, врагом единорога были слоны. И по великой случайности с нашим единорогом встречаются кости слонов. Вот почему так? Вот почему-то? Не знаем мы. Может быть, потому что этот миф был реальностью. Существо из мифов всех народов мира займет место рядом с другими гигантами древности. Реставрация идет под знаком единорога. Археологи для будущих посетителей своего музея собрали все о животном. Поминания в летописях, легендах, научных работах. Затрагивать мы будем историю Европы XI-XVI веков. И почему именно название такое под знаком белого единорога? Потому что рассматривать мы будем и Англию, и будем рассматривать Россию XVI века. Ведь символ единорога был очень частым изображением на титулованных гербах известных вермушек, даже на малой печати Ивана Грузного. Реальный единорог весил несколько тонн, достигал 4 метров в длину и 2,5 в высоту. Монтировать древний скелет будут на глазах посетителей музея. И обязательно объяснят экскурсантам. Изящные белые лошади из мифов совсем не похожи на древних носорогов. Кстати говоря, что они знамениты своим буйным нравом. Вообще вот и мифические единороги, и судя по современным носорогам, носороги тоже такие вот очень агрессивные, такие вот животные с нравом. Найденный единорог или по-научному кавказский лосматери – предок носорога и близкий родственник современной лошади. Выяснилось, гигантские животные обитали только на территории Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев. Соответственно, легенды о диковинном звере родились тоже здесь. Наталья Бешкарева, Алексей Бабичев, Южный регион.Инфо.